Ещё с 2014 года мы обратили внимание на простую закономерность. Чем хуже обстоят дела на оккупированных территориях, тем больше ненависти на местных телеканалах. Убирались бы к себе домой у Станиславщину и Лембергщину Риднуховерку слушать. Донбасс – наша земля. Русская. Какую кнопку не включи, везде либо пустая бравада. Иезуитские формулировки не помогут. Русские всегда приходят за своим. Либо байки об украинских фашистах, которые спят и видят, как бы поработить духовных новоросов. Нацисты Украины беснуются, как святая вода на нечистим наше празднование 77-летия освобождения Луганщины. Даже годовщина освобождения Луганска от фашистов в 43-м превратилась в одну сплошную агитку. Мы однозначно не Украина. Мы с ними разные. Наши герои – борцы с фашизмом и гитлеризмом. Их – агенты того самого Гитлера. Причем особенно мерзко все эти типа исторические параллели смотрелись на фоне свежих признаний лидеров боевиков. Не иначе, как в прошлой программе, мы показывали, как бывший комбат Востока проболтался об уничтожении ясиноватой боевиками из РСЗО «Град». Когда первый раз принимал решение об открытии огня артиллерийского по нашему собственному населенному пункту. Но такие откровения, конечно, в итоговые выпуски не попадают. И понять пропагандистов можно. Их творчество и так смотрит в лучшем случае несколько сотен самых отбитых, о чем свидетельствует счетчик просмотров в Ютьюбе. Так вот, если признания того же Ходоковского окажутся в эфире... Мы вынуждены были задействовать БМ-21, РС, потому что у нас просто артиллерийских снарядов не было на тот момент. ...то даже фанатикам придется признать, что фашистов они могут увидеть, разве что посмотрев в зеркало. Хотя в целом их тактика ясна. Последнее, на чем держатся республики, это страх. Люди живут все хуже и хуже. В том же Донецке закрывают две недавно успешные шахты. В феврале текущего года на комиссии будет решаться судьба двух угледобывающих предприятий города-героя Донецка. Это шахта имени Черюзкинцева и шахта имени Калинина. Причем, если раньше боевики списывали все на войну, то здесь, как говорится, уже не отмажешься. Шахта Калинина – это 10 минут до Донбасс-арены. То есть фактически центр Донецка. Шахта Калинина позиция Министерства угля подлежит закрытию. И закрывают. Реально собираются закрыть, оставив людей без работы. Причем, что самое циничное, шахта Калинина – ближайшая к редакциям местных каналов. Именно здесь годами снимали пропаганду о якобы счастливых шахтерах Донбасса. Шахта имени Михаила Ивановича Калинина продолжает расширять горизонты. Не прошло и двух месяцев с момента открытия новой лавы, как в разработку приняли еще одну. А теперь оп! И по-тихому собираются закрыть. Потому что между пропагандой и реальностью огромная пропасть. Вот для чего им нужны ненависть и страх. Приходит тот же шахтер домой. Денег нет, работы теперь тоже. Проклинает всех этих пасечников, пушилиных, ВТС и далее по списку. Короче, сегодня 24.01. денег не дали. Остаток за ноябрь все никак не могут отдать. Если завтра не дадут, то в понедельник, мне кажется, будет кипиш. Но тут ему из телевизора говорят, мол, вы носом-то сильно не крутите. Каратели придут, вообще никого в живых не оставят. Несбыточная мечта Зеленского, насильно депортировать народ Донбасса, просто не может быть осуществима. О его нацистских планах уже узнали в ДНР и ЛНР. Лидер незалежной хочет переселить жителей республик в центральную и западную Украину. Одни согласных ждет уголовное преследование. И работяга сидит и думает, вот же блин, работу я новую как-нибудь-то найду. Даже на рынке торговать можно. А если фашисты убьют, то все, грабли. В общем, затянем сильнее пояса, главное, чтобы бандеры не пришли. Наших отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны служат примером, жизненным ориентиром, в которых мы черпаем силы для победы над украинским нацизмом. Собственно, здесь ответ на вопрос, почему на местных каналах круглыми сутками страшилки об Украине. Тут тебе и тайные школы ИГИЛ. Украинские спецслужбы под непосредственным руководством западных кураторов в различных областных центрах страны создают перевалочные учебные базы террористов. Изверствующий коронавирус. После участия в антипровидерском митинге в Гонконге и возвращения домой в город Мариуполь, несколько азовцев помещены в инфекционный карантин в одном из филиалов школы Хаджиби. Информация о диагнозе держится в секрете. А чтобы чем-то перебивать все эти страхи вздохи, в убогих, разбитых и разграбленных под ноль нищих городах проходят антифашистские форумы. Верим в Донбасс. Под таким названием в Брянке уже четвертый год подряд проходит антифашистский форум. Даже по картинке. Кругом разруха. Снег перед зданием, куда съехались делегаты, некому почистить. Зато будем два часа с пафосом про антифашизм вещать. Да так интересно, что люди даже в президиуме просто спали. То есть показуха такая, что тошнит уже самих организаторов. Чудаки языком сражаются с вымышленными фашистами. Но при этом в Брянке годами толком нет ни воды, ни отопления. Машина подходит у нас. У нас у каждого уже по 10 баллонов. Вот мы набираем эти баллоны, тащим вот так вот сильно. Оно и понятно. Языком чесать оно явно проще, чем сделать так, чтобы люди в тазиках не мылись. У нас 4 года в нема отопления так. И повырезали оттуда, из подвала все. И вот просто поверьте, чем хуже будет жизнь на оккупированных территориях, тем сильнее пропагандисты будут жестить. Правда, у них есть одна, но глобальная проблема. Телевизор перестает побеждать холодильник. И скрыть неудобную правду все сложнее. А вы голодаете, сидите, с детьми сидите, бегаете, просите, у кого что есть, да? Побираетесь. Это видео около полугода назад буквально взорвало интернет. Пелену пропаганды и вот таких балаболов. Запуск восстановленной лавы, безусловно, очередной прорыв в угольной промышленности. Но еще это рабочие места. Просто уничтожила всего одна местная женщина, которая честно рассказала, как голодные дети заставили ее по-другому взглянуть на все байки о престиже профессии. Везде у нас шахтерский край, шахтерский край. А какая гордость за шахтерский край? Если я пришла после ночи, я не могу на детей смотреть, они голодные. Они просто голодные. И вот прошло время, и случается новый удар ниже живота местной пропаганде. Теперь к шахтерам присоединились работники Ясиновского коксохимзавода. Накинули нам зарплату за декабрь. Вот она, вот она. Смотрите, это на твои. Это моя, а это Серегин. Два товарища не сделали что-то особенное. Они просто сняли на видео свою космическую нереальную зарплату. Дали нам крутую зарплату, 10%. Мне 1200, Серегин, сколько? Ну, в совокупности тоже получится 1200. При нынешних ценах это не деньги. Это что, один раз сейчас на семью сходите, то хрен хватит. 10% за декабрь. Вот же оно процветание. Вот же он, русский мир, у Путина за пазухой. Причем мужики делают весьма логичное предположение, почему им выдали хотя бы эти копейки. Вот что делай, да? Это подачка типа на проезд, я не понял, а чтобы мы ездили дальше сюда бесплатно работать. То есть Пушилин с компанией просто смекнули, что если дальше не давать совсем ничего, работягам просто не будет за что ездить на работу, чтобы горбатиться бесплатно. Это не кость уже, господа. Так что вот вам, пацаны, зарплата. Ни в чем себе не отказывайте. И чтоб это, не смели на работу опаздывать. И народ терпит, влезает в долги, но терпит. У меня долгов больше, чем мне уже должны, блин. Это 10% дали за декабрь, ё-моё. Просто ничего другого, как терпеть, в республиках не остаётся. Сменить работу – это поменять шило на мыло. Раньше многие выживали за счёт гуманитарки из России и пожертвований оболваненных россиян. Но теперь и этого нет. Как говорится, поноворосили и бросили. В России уже все к этому равнодушны. Мне постоянно пишут, ребята, да вы уже надоели вашим Донбассом, наши сторонники пишут. Да у нас своих проблем здесь столько. И это не какие-то наши фантазии. На равнодушие россиян жалуются теперь и сами боевики. Оно и понятно. Рядовым гражданам РФ сериал поднадоел, а кураторам нужна только рабочая сила. Оргазм не может длиться вечно, да? Не может. Вот эта волна энтузиазма, этот подъём, который в 2014-м начале 2015-го года. Ну, всё. Волна пошла вниз. И надолго пошла вниз. Происходящее здесь, большую часть граждан Российской Федерации, это я точно знаю, но никак не интересует. Вот и сидят сотни тысяч семей перед выбором. Дальше голодать, идти воевать или ехать на заработки. У кого-то ещё есть вопросы, почему из оккупированного Донбасса уже выехало более миллиона человек? Количество вынужденных переселенцев превысило 1 миллион 376 тысяч. Количество официально зарегистрированных переселенцев продолжает расти. А вот те, кто остались, продолжат жить в кошмаре. Потому что бандитам в Донецке и Луганске да их кураторам в Москве не нужна стабильность. А главное, не нужен мир. Давай отойдём, сынок. Пошёл, сейчас. Отойди, пожалуйста. Да ну сейчас, стой, ну стой. Это сегодняшние кадры на Луганском направлении. Позиции украинской армии неожиданно начинают обстреливать из ствольной артиллерии. Заголвали. В это время пехота боевиков совершает продвижение сквозь линию разграничения. Пидвогневым прикрытием российские оккупанты перейшли до активных наступальных дей и здесь ныли спробу просувания через линию размажевания. О чём всё это говорит? Да только о том, что все миролюбивые рассказы Путиных, Лавровых и далее по списку не стоят и тульского пряника. Проведён отвод войск из нескольких ключевых точек. Правда, почему-то наши партнёры в Украине не хотят разведения по всей линии соприкосновения. Так соблюдают Минск, так хотят мира, что продолжают устраивать обстрелы и топить Украину в крови. Просто вспомните сегодняшний день, когда Кремль в очередной раз начнёт рассказывать о своём приверженстве миру. Это типичная игра в напёрстке, за которую мы платим даже не деньгами, а жизнями украинских ребят.